Этот матч должен был стать для Иркутян легкой прогулкой. Сипсельмаш сейчас на 13-м месте, а предыдущую игру гости разгромно уступили Сканифтянику. Но предполагаемый сценарий реализовать сразу не получилось. Лишь к 16-й минуте Белосиних вывел вперед точный удар Вячеслава Швецова. Далее гости сравняли. На перерыв команда ушли при счете 2-1 в пользу Байкал Энергии. Но уже тогда было понятно, просто для Иркутян эта игра не закончится. Взяли мы тайм-аут, решили немножко перестроить. Вроде бы фрагментами получилось. В перерыве еще более скорректировали. Вышли, опять хороший фрагмент 10-минутный провели, забили голы, повели 5-2. А потом началась, не знаю даже как назвать, когда ноги не бегут. Голова отключается, перестает думать, совершаются глупые ошибки, которые приводят к таким голам. Грубые ошибки Байкал Энергии – следствие тайм-аута, который взял наставник новосибирцев. После чего Сипсельмаш прибавил. И тут начался бенефис Кирилла Кузьмина. Полузащитник гостей сначала накрутил трех защитников белосиних и точно пробил в дальний угол без шансов для Максима Янова. А спустя время оформил хет-трик и вернул в матч интригу. После парень признался, кто вдохновил его на такую игру. Я за Аргентину болел, в частности за Месси. Очень рад за него. Класс игроков Байкал Энергии все-таки сказался. Последний гол уркутяне забили со штрафного. Защитник Юрий Викулин пробил точно, компенсировав собственные грехи в обороне. Мяч стал решающим. 6-5. Тяжело добытая победа стала последней в уходящем календарном году. И здесь магия чисел. Шесть забитых мячей перенесли нашу команду на шестое место в турнирной таблице. Сейчас в Суперлиге пауза. Возобновится турнир 9 января. В этот день в Иркулск пожалует нижегородский старт. Прямую трансляцию матча смотрите на Аисте. Александр Гаврилов. Новости сейчас.